Спасибо вам большое, что несмотря на легкий мороз, самые активные ребята здесь, на этой сцене, на этой площади, на центральной. Спасибо, что очень легко и быстро вы объединяетесь, собираетесь для проведения таких масштабных мероприятий. Спасибо, что вы поддерживаете наших олимпийцев в тот воскресный день, когда они ярко победили над командой Германии. Спасибо, что вы принимаете самые активные участия в Золотой Шабе, которая сегодня проводит финал в нашем Ледовом дворце. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы здесь и спасибо, что вы вместе и активно ведете здоровый образ жизни. Спасибо вам! А вы преподаватели, подскажите, пожалуйста. А вы сегодня что, в честь чего здесь? Мы сегодня присоединяемся ко всем жителям города Балакова и хотим поддержать нашу олимпийскую сборную, которая одержала такие замечательные победы на этой олимпиаде. Нашим студентам было предложено, вот наши студенты поддержали эту акцию. Сколько человек? У нас более 100 человек, ребята. А как-то их привозили централизованно или как? Нет, они сами добирались. Основная масса живет вот в этих районах, новых районах. Потому что мы видели, там автобусы приезжают. Да, может быть, но наши ребята в основном из новых районов. Им проще было даже дойти сюда сами. А вы из какого? Балаковский политехнический технику. Друзья, все готовы? Все! Встали все на свои места. Ждем буквально последних людей, которые у нас ходят. Да, вот видим там еще, ждем. Поддержать олимпийцев, которые победили. А сколько они победили? Не знаю, я знаю, чтобы хоккей они первым раздалили. Ну а как бы у нас наша команда, как российская, ее не было. Кого поддерживаю? Кого поддерживаю? Поддерживаю я больше всего Лужников. Ну как-то акция для студентов, а почему здесь мы, видимо, и преподаватели? А как мы без студентов? Мы всегда вместе с студентами, мы всегда дружные команды, мы всегда поддержим друг друга. Наши студенты, Балаковский промышленно-транспортный техникум имени Николая Васильевича Грибанова, активно поддержали акцию, которая сейчас проходит в поддержку наших спортсменов. Мы очень гордимся, что наши спортсмены действительно завоевали такие хорошие места. И за Россию, за Победу мы все принимаем участие, все дружно с семьей. Ходят слухи, что сюда студентов насильно сгоняли, привозили автобусами. Ваша позиция какова? Нет, неправда. Мы провели работу с ребятами, мы разговаривали, все дружно согласились, все пришли вместе со всеми. А сколько человек от вашего технику? Ну, у нас где-то в пределах, где-то 110-120 человек вместе с преподавателями здесь присутствуют. Мы у нас две буковки, Д и И, сейчас ребята уже находятся на своих местах. Вы сегодня сюда зачем пришли? Просто так. Ну, ради пятерок. Ну, мне сказали, если я приду, мне пятерки поставят. То есть ты не боишься вот это говорить открыто? Да ладно, просто я поддерживаю нашу Олимпиаду там и все. И пришел то, что я волонтер. На акцию Олимпийский рекорд. Кого вы собираетесь поддерживать и знаете ли вообще, сколько медалей, например, наша сборная? 18 медалей, по-моему. Их в общем. Да, в общем, по-моему, 18 медалей. Пришли мы сюда поддерживать наших хоккеистов. Пришли сюда добровольцы, которые хотят поддержать наши команды. Вот смотрите, соседство с вами коммунисты. Вы как к этому соседству отнеслись? Да никак. Ну, то есть нас особо это не волнует. Значит, они были тоже добровольцы, которые сюда пришли поддержать нашу, да, свою идею и нашу команду. У нас сегодня была большая активность на ярмарке. У нас там пикет проходил. И просто вы видите, что я не вижу задних рядов. Потому что вот это совмещение в одно и то же время. Специально сейчас будет музыка. Это просто против народа, для того, чтобы мы не встали с своим митингом, не пришел, не добрался наш контингент. Это просто вот провокация против нашего товарища. В техникуме заставили нас всех сюда пойти в морозное утро. Сказали, кто не придет, у того будут проблемы. Ну, в плане того, что если есть какие-то долги, то будут за них наказывать очень сильно. Да, да, посреди уроков. У нас, по идее, сейчас учеба должна быть. Вот, сказали, что учебы не будет, едем все сюда. Если честно, я сначала даже не знал вообще, что это за мероприятие. Потому что нам вообще не говорили. Просто сказали прийти и постоять. Все, больше ничего не говорили. Все, больше ничего не говорили.